В предыдущей серии мы побывали на очистных сооружениях Приморского НТЦ по дороге в Выборг, посмотрели пороховой склад, вырубленный в скале в 1915 году, и погуляли по улочкам Выборга, хранящим атмосферу средневековой Европы. Передвигаясь по Выборгу, мы нашли одно достаточно интересное заброшенное здание. Скорее всего, оно являлось каким-то военно-морским или морским училищем. Построено оно было в 1934-1935 годах по проекту архитектора Вяйна Кейненина. Архитектурный стиль его, скорее всего, можно отнести к функционализму. Удалось найти редкие фотографии, по которым можно проследить, как выглядело это здание почти с момента его постройки. Видно, что его внешний облик почти не изменился за все прошедшие десятилетия. До начала Советско-финской войны в здании располагалась промышленная школа. После 1940 года здесь находилось военно-морское хозяйственное училище. После Великой Отечественной войны и до 1957 года – Интендантское училище военно-морского флота. С 1958 года – военная школа авиационных механиков, переименованная в 1981 году школа младших авиационных специалистов военно-морской авиации. В 2015 году школа была расформирована, однако здание находится на балансе Министерства обороны, и, как оказалось, на момент нашего посещения там находились военные. Прямо напротив главного входа находится такой своеобразный картина-брельеф, выполненный из картона, на который мы можем видеть авианесущий крейсер. Проходя дальше, здесь не слишком презентабельный проход, коридор внутрь, но можно предположить, что вот здесь находилась какая-то памятная доска. Помещение, конечно, полный разгром, но кое-где мы можем видеть предметы мебели. И вот здесь уже по табличкам на дверях можно, по крайней мере, предположить, для чего эти помещения предназначались. Вот это явно было помещение столовой. Здесь сохранился различный инвентарь. Немножечко странно, что в помещении столовой делает гладильная доска. Скорее всего, здесь работники переодевались. Вот это явно уже помещение технического назначения, вентиляционное. Очень интересно. Похоже, что вот это служило для разделки туш. Да, совершенно верно. Здесь мы видим стол для обработки сырого мяса. И вот в этой ванной разделывали туши. Здесь ванна оттаивания рыбы. А вот здесь, похоже, находились кладовые. Кладовые и складские помещения. За такой массивной дверью находилась холодильная камера. Очень радует надписи на стенах. Но, во всяком случае, однозначно мои предположения оправдываются. Это была подсобка при столовой. С холодильными камерами. Помещениями для хранения овощей. А здесь даже остались банки с окурцами. Картофель и чистку, естественно, отсюда вывезли. И очень интересно посмотреть, что здесь по датам. Последняя дата 25 января 2016 года. Лист приготовления дезинфицирующих растворов в столовой. Из чего следует, что на начало января 2016 года в этом здании уже перестали функционировать находящиеся здесь организации. Замечательная надпись. Стой. Если у тебя расстройство желудка, температура, боли в животе, срочно сообщи руководству столовой. Приложение номер один к распоряжению от 14 июля 2015 года. Интересно, почему-то здесь очень много информации о инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. И вот мы дошли до основного помещения, где, скорее всего, собственно, и находилась столовая. Хотя странно, что при таком количестве подсобных помещений зал, в котором располагалась столовая, не такой уж и большой. Ну и, как я предполагал, морской паёк говорит о том, что в этом здании явно располагалось учебное заведение, относящееся к портовым морским службам. подсобное помещение под одной из лестниц. Куча всякого барахла, в основном по слесарной и кухонной тематике. Лестница ведёт нас на второй этаж. На втором этаже мы видим пустые залы, скамьи. Пока ничего особо интересного. А вот это уже явно помещение технического назначения. Здесь мы можем видеть огромные вентиляционные короба. Это крыло здания тоже относится к столовой. Здесь чётко можно прочесть, что здесь находилась экипировка для работников столовой. Фартуки поварские, колпаки поварские, куртки поварские, и полотенца, ну и так далее. Вот так вот выглядят эти массивные вентиляционные короба. Ну и, конечно же, меню куда без него в такой крупной столовой. Правда, самого меню нету, зато мы видим стенд, в котором оно должно было располагаться. Интересно, в учебном отделении запрещено использование радиоисотовой связи приёмников персонального радиовызова. А на самой территории этого заведения ходят какие-то люди, и одно из крыльев оживо-здоро. Кстати, похоже, что это имеет прямое отношение к Министерству обороны, потому как можно видеть там солдатиков. Теперь мне приходится передвигаться очень тихо, поскольку я понимаю, что нахожусь на более или менее живой территории, но она принадлежит нашему Министерству обороны. А сейчас я нахожусь на чердачном помещении этого здания. Здесь стандартные надписи. Дембрия 82-85-го, чтобы никого не удивляло, тогда на флоте служили по три года. Ну, а чердак здесь, похоже, использовался под склад всяческого ненужного хлама. Вот это вот прибор. Микрофон, заземление, общая линия. Скорее всего, это было связано либо с радиопередатчиками, либо это для громкоговорящей связи. Ну, а тут совсем склад всякого холомья. Вот тут можно видеть уже обвалившуюся кровлю. Судя по всему, здесь как раз был пожар. Есть вероятность, что из-за этого пожара это крыло и было закрыто. Строго и по-военному. Хода нет. Здесь мы опять можем видеть подобные приборы. Ящики для военного барахла. Наваляющиеся люстры. Подобные люстры висят в помещениях этажами ниже. Фильтры для противогаза. И еще, похоже, на один переносчик. Очень интересная таблица дежурного техника. А вот и подвальные помещения. Это очень похоже на котельную. Сюда подходят трубы. Печь. Настоящая печь котельной. Замечательная находка. Вот эта печь добилась, скорее всего, углем. Нагревала воду. То есть принцип действия, скорее всего, был такой. Это угольная печь. Которая нагревала поступающую воду. Вот с посредством этого радиатора. И отошла в систему теплоснабжения самого здания. То есть здание было с автономной котельной. Вот там впереди котлы. Какие раритеты. Честно говоря, пока не могу сказать предназначение всего этого. Но старые чемоданы просто очаровательны. А здесь мы можем видеть электрощитовую. Судя по вывораченным зеловым кабелям. Электричество уже давно отключено от этого корпуса. Вот это комната отдыха и расдевалка для персонала котельной. И не удивлюсь, если впереди я увижу угольный склад. Так оно и есть. Угольный склад при котельной. Еще одна раздевалка и, похоже, мастерская. Котельная номер 125. Общая площадь нагрева 46 квадратных метров. Мы возвращались из Выборга в Ленинград. Сзади оставался древний город с его брусчатыми мостовыми и старыми домиками. Опустевшие корпуса школы младших авиационных специалистов военно-морской авиации. А впереди нас ждали увлекательные приключения в фортах Хронштадта. О которых мы расскажем в ближайших выпусках. Всего вам самого наилучшего. До новых встреч на нашем канале, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok